Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Елизавета Никитина. В Казани подвели итоги открытого международного архитектурного конкурса. Мэр города Ильсур Мечен объявил имя на шести призеров. Один из проектов преобразит правый берег Казанки. Все подробности далее. Проект, который станет украшением Казани на долгие годы, а то и больше, должен благоустроить пустующую землю вдоль набережной. Подразумевается архитектурный ансамбль, гармонично вписанный в панораму акватории Казанки и отражающий культурные особенности региона. Такие цели поставил конкурс, заказчиком которого выступил Валерий Кравцун, основатель группы компании Крафт Групп и с недавних пор собственник Ривьеры. Вот здесь находится развлекательный комплекс Ривьера. В 2018 году он обанкротился, а в конце 2020 его приобрела компания Валерия Кравцуна Таткрафт Инвест. Теперь это здание планируется снести. Освободившаяся территория присоединится к пустующему участку вдоль улицы Сибгата Хакима. С проектами по благоустройству участка площадью почти 9 гектар выступили эксперты со всех уголков мира. В финал вошли представители 19 стран. Однако, как отметил на пресс-конференции мэр Казани, первое место решили не присуждать, поэтому на второе и третье места распределили по три призера. Так, в числе обладателей серебра оказалась архитектурная мастерская «Старая Казань». Казанские эксперты предложили возвести на берегу реки белоснежные высотки с нестандартной геометрией. По словам директора мастерской, одной из главных задач проекта стало создание такой планировки, которая внутренней осью ориентировалась бы на панораму Казанского Кремля, а также создавала удобный выход от жилья к воде. То есть мы формировали пешеходную улицу, которая вливалась уже в набережную. Ну и важно было застройку построить таким образом, чтобы она максимально смогла раскрыть визуальные преимущества участка. То есть это террасированная застройка с понижением береговой линии, то есть до четырех этажей. Вместе с мастерской «Старая Казань» второе место разделили архитектурное бюро «Дюрик Эйджи», Цюрих, Швейцария, с их космическими сооружениями из стекла, и архитектурная и дизайнерская студия «Боргус Пеппер», Испания, Англия, с экологическими американскими горками, увитыми зеленым плещом. Третье место разделили российские представители из Москвы и Санкт-Петербурга и эксперты из Франции, Нидерланд, Эквадора. Отметим, что важным критерием отбора работ на конкурсе было и сохранение гармонии между правым и левым берегом, на котором находится Казанский Кремль. Вот эти крупные башенные объекты, они могут, конечно, повлиять на внутренние пейзажные виды внутри Кремля. То есть такие отрицательные, на мой взгляд, примеры у нас уже существуют. Это и, на мой взгляд, испорченная ось с Булака, где Булак завершался цирком, сейчас он завершается какими-то такими крупными аморфными стеклянными башнями. То есть вот такие моменты хотелось бы тоже, чтобы учитывались именно по отношению к памятнику ЮНЕСКО Казанский Кремль. Какая же все-таки идея реализуется на правом берегу Казанки, решит заказчик-инвестор. Как заявил Валерий Кравцун, итогом работы станет реализация великолепного проекта, способного стать символом Казани. О том, когда будет принято решение, мы спросили у бизнесмена. В настоящий момент ожидаем ответ на запрос. Диана Желенкова, Леонард Валетьяров, Универ Ньюс.